I have ways of blowing things up. У нас Веллингтон. Поехали кушать стейки, я так понимаю, да? А что, она вернулась. Ну, у нас тут прям стандартно. Если дом слева, значит выезд из торгового центра будет справа. Ладно. Что ж. Нам ли удивляться такой логики игровой? Она здесь процветает на протяжении всех трёх игр. Я до сих пор нервный, я до сих пор злой. Да, прошло некоторое время. Между сериями, но я нихрена не остыл. И я всё так же продолжаю кашлять. Так что, минус ваши уши, мне вас жаль. Но мы играем. Какая-то там болезнь. Не оттолкнёт настоящего игрока. То есть, чтобы вы понимали, это не то, что я записываю потому что для канала и всякое такое, что я при этом ни во что другое не играю. Нет, в том-то и дело, что я как раз играю в кучу разных других вещей во время даже болезней. Потому что, ну, серьёзно, когда ты смотришь видео, то это не затягивает мозг настолько, чтобы отвлечь тебя от болезни. А когда ты играешь, пусть даже тебе фиговы, у тебя там сопли текут, руки трясутся. Но твой мозг погружён в решение задачи. И вот это как раз офигенно отвлекает от каких-то проблем насущных. Поэтому могу сказать, что параллельно с теми проектами, которые я записываю, я, наверное, играю сейчас примерно в 4 или в 5 разных игр той или иной величины. И ААА, и побольше. Вообще, пишите, во что вы играете. Потому что вы приходите посмотреть, вы хитренькие. Я хочу посмотреть, во что вы играете. Пишите, пишите. Ух ты ж, я стараюсь сделать паузу, когда у меня прям приступы кашлят, сорян. Но если что-то попадёт вам в уши, да, по крайней мере, не в глаза, вы не заразитесь. Так что. Слава великому Одину, да? На самом деле, я максимально не религиозен. Ладно, если уж говорить насчет религии, и в чём разница, ребят, вот кто в курсе, то знает, в чём разница между атеистом и агностиком. Вот. Охренеть. Как по мне, атеист это тот, который чётко отрицает наличие какого-либо бога в принципе, а агностик это тот, который говорит, я не верю в бога, просто потому что я не знаю, что-то существует или нет. В разные периоды жизни мы себя относим там то к аметистам, то к атеистам, то к агностикам. Вот, да. У кого сейчас уже свернулись трубочку. Вот. Так пишите, кто что вообще думает насчёт религии. Вообще, знаете, хотите поссориться с людьми, хотите прям разосраться вдрызг с родными, с семьёй, поговорите с ними о политике или о религии. Прям работает сто процентов. Вот. Но у нас с вами особый статус. Вы подписчики, я могу с вами говорить. У нас свобода слова, поэтому... Я могу вас немножечко помучить такими вопросиками. Скорее всего... Скорее всего. Вы даже, наверное, не обидитесь. Но я надеюсь, что все тут адекватные люди. Потому что я... Тем, что я говорю, что я ни во что не верю, это как раз я высказываю свою точку зрения. Знаете, в чём прикол? Когда ты высказываешь свою точку зрения, то с этим всё в порядке. Но когда ты навязываешь свою точку зрения кому-то, то есть, когда ты говоришь, что тебе это есть нельзя, потому что религия тебе это не позволяет, на здоровье не ешь. Но если ты говоришь, что мне это есть нельзя, потому что твоя религия мне это не позволяет, Извини, пожалуйста, но засуни свою религию, знаешь, так рулончик сверни, подальше пальцем запихай, потому что я не хочу этого знать. Вообще, смотришь и так вот, что сейчас в мире творится, и на самом деле неплохо осознавать, что живешь в стране, в которой можно гнать, что на религию, что на политиков. Ну, наверное, с точки зрения простого гражданина, если ты там какой-то большой бизнес, и ты начинаешь на кого-то гнать, то это все-таки имеет какие-то последствия. Мост, тоннель, еще, блин. Ладно, возьму мост. Я не вижу пока речки, понимаете, я же это отдалить-то не могу никак. Мне мост предлагают, ну, красавцы. Самая ирония в том, что как только я начал играть в эту игру, я начал говорить про то, что, типа... Соррен. То, что, типа, круги рулят, они лучше, чем светофоры, всякое такое, буквально через пару недель У нас три перекрестка. Два просто опасных, один со светофором. Вот три перекрестка переделали под круги. Вот. Прям хорошо стало. К сожалению, у некоторых людей остается в голове совковость, совковость головного мозга, наверное, которые ездят еще по старым стандартам, правилам. Ну, то есть, с одной стороны. С другой стороны, раньше, например, там права выдавались на 50 лет. Представьте себе какого-то дедулю, который в 30 лет обновил права, сейчас он уже дедуля, ему, там, я не знаю, 70 с копейками, он полуслепой, полухромой, ездит до сих пор по правилам образца 73-го года, без понятия, что делать с кругами, что делать на перекрестках, до сих пор не знает, что скорость по городу 50 км в час, вот этого всего не знает, и несется, блин. Ой, тяжел с такими людьми. И вроде как он не виноват, а с другой стороны, ну, немножечко... Соснательность проявить-то можно было. Кстати, насчет сознательности. Кто что думает насчет ремней безопасности? То есть, у меня был личный опыт, когда ремень спас мне жизнь, прям, не шучу. Вот, но фишка в том, что я их всегда пристегивал в любой машине, находясь, то ли пассажиром, то ли водителем, с самого начала, как только я стал ездить в автомобилях. Вот, ну, в смысле, как получил права, и всех такой, ну, для меня это не проблема, и для меня это естественно. Но почему-то очень многие люди пренебрегают такой простой вещью, как ремень безопасности. Считают, что это не нужно, да это ж по городу, да это что-то, всё-то... Фу, блин, извиняюсь. Хотя, на самом деле, штука, откровенно, очень крутая и нужная. Офигеть. Сюда я его поставить не могу, а сюда он мне не нужен, хорошо. Вот, кто водит, у кого своя машина, кто автолюбительный, пишите, пожалуйста, ездите ли вы вообще с ремнем безопасности, потому что даже те люди, ну, большинство людей, кого я знаю, те, кто пристёгиваются, они это делают не для того, чтобы не сдохнуть во время аварии, они это делают, потому что штраф, видите ли. Так, блин, штраф-то он как раз для того, чтобы вы пристёгивали, чтобы вы свои дурные жизни спасали. Вот, короче, такая штука, я не понимаю. То есть, в самолёте ремень безопасности пристёгивают для того, чтобы твой искорюченный труп потом нашли на твоём месте, смогли тебя опознать не по челюсти, найденной где-то в грузовом отсеке, а по пристёгнутой твоей тушке к твоему месту, вот. Там эти ремни безопасности исключены для этого. Но в автомобиле эта тема реально спасает жизни. Я не понимаю, почему люди так игнорируют это, и... Для меня это прям загадка. Да ну, блин, ну как бы таких неудобно ставить? Да куда? Сюда давай. Плиточки заканчиваются. Красота. Вот эти вот из дальнего, они даже не почешутся, поехать, смотрите. Так, воскресенье, посмотрим, что вам сейчас дадут. Понимаете, в чём прикол? Тут хайвей-то брать. А, вот, залив же ж. Тьфу ты, блин, я думал, что залив это... Я возьму 40. Потому что через горы, через горы ты хрен поставишь хайвей. Тут же залив, блин, есть. Я думал, что всё это вокруг нас горы. Сейчас только прочитал. Вот. И тут залив Лэмптон и Ориентал Бэй тоже. Ёлки-палки, а как так-то? А тоннеля у меня ещё одного нету. Ну, кто же мне ещё один тоннель-то даст? Наивные люди. Давайте вы через здесь будете ехать. Вверх. А не через дворы. Да? И потом направо, не через кольцо. Да, направо. Молодцы. Молодцы, хорошо. Блин, им там приходится проезжать через... Кучу всего. Давай эти дома поотключаю отсюда нахрен. Где-то сюда вниз тоже. А какого же, блин? Я понимаю. Надь. Тут будет и мост, и тоннель. Вот тебе живописная прогулка. Блин. По-моему, пока что максимально неудобно расположена карта. Иди ты! Нет, с другой стороны тут есть жёлтое поселение. Я могу их сюда просто замкнуть. А потом тут сверху... Если поэт строю торговый центр, я его сюда перемкну. Я его сейчас уже перемкну. Сколько у меня осталось? А, у меня одна плиточка. Ничего я делать не буду, забейте. Сидим. Улыбаемся и машемся. Воскресенье. Чем же он успел... Папа, па, па, тоннель? А мне нет ни хрена. Давай тоннель. Хотя бы. Ну что, мне этот хайвей продолжают навязывать, но, честно говоря, это не выглядит как капиталовложение, которое я хочу сделать. Пока что так. Вот эти у нас приофигели немножко, да? А-а-а-аха, классно. Вот эту дорогу нахрен стираем. Здесь есть домики, чтобы ездили. Там нету, там надо было подсоединять Так, 30 человек всего лишь-то После стольких трудов и стольких стараний Ну, три сотни, ну, Геторс Ну, тихо, ну Зачем ты здесь? Взял, примастился Аккуратненько Этот зеленый домик Хотел сказать, что я не буду его трогать Я его и не буду трогать Это будет очень трогательный момент Так Я понимаю, но где я вам возьму? Сейчас только пятница, вы чё? И через что я вам его... Через тоннель, серьёзно? Охренеть, а он тут у нас взорвётся скоро Что они тупо не добираются до него Смотри Грёбаная суббота Давайте скорее, ребят Вы чё? Шевелитесь Не, ну это на самом деле нечестно У меня тут только три домика Которым нужно проехать через здесь Цвистопляс Чтоб туда добраться И у меня больше нет других домиков Даже не подсоединённых Этих бежевых Ну, вы чё? Так нельзя Ааа, спасибо, да Сорок плиток Извините, деревья Так О, 400 человек Ей-ей-ей Ааа Зачем я так сделал? Этих сюда подключаем Этих подключаем сюда Этих выводим А, всё, плитки закончились Да, да И поставили И моментально сделали максимальным Ну Идеально просто Моста у нас нового нету Этих хотя бы два домика подключим Найти никак У нас нету Ничем Ну, то есть я не знаю Подо что это рассчитано И с помощью чего я должен Вот это всё делать Зелёный Зелёный Синий Офигенно И все туда Офигенно Как Зачем Для этих Для бежевых Нужно создать какую-то Альтернативную дорогу Потому что там Трындец начинается уже Они хоть есть Они не успевают Доезжать Там слишком далеко Слишком много Да хорош Появляться Блин Жёлтые на окраине Хрен знает Где Давайте уже Воскресенье скорее Что-то так Не текаво Как-то Плиточек не дают А торговые центры Хрен знает Где выкидывают Какие пробки Вы о чём Нас здесь делать Вторую дорогу Тупо Сейчас Если дадут Плиток А их дадут Да ну блин Давайте уже Реже Потому что Чуваки тут Выворачивают У них очень Неудобная Развилка Мост или тоннель Мост Скорее всего Мост 20 плиток Я считаю Что нужно делать Вот так ещё Чтобы эти Ох Тут блин Просто пробень Ну всё Вот это я уже слил Вот это я уже К сожалению Слил Блин там Жёлтые Ехать не хотят Так у меня Плит осталось 14 А мне хватит Давайте вот так Оно сделаем Немножечко Уберём Трафика Отсюда Зелёные 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 Синих Нужно Высвободить Чтобы они В эту сторону Шли Скорее разгружайтесь Смотрите Какая там пробка Шевелитесь Блин Охренеть Не всё Тут у нас будет Очень низкий показатель Мы не то что Тыщу не наберём Даже 700 Не наберём Место Выглядит Отвратительно Блин Не работает Не работает Не работает Не едет Всё И потом И потом Переигрываешь Лишь бы Чтобы пройти Тебе уже Пофиг На тысячу Так Варшаву Варшаву Мы сейчас Не поедем Давайте посмотрим Что у нас есть Дубай Есть Ага Дома И торговый центр Могут появиться Где угодно Начинаешь С одним Оторваем Ты получаешь В дважды Меньше Плиточек И Этих То есть Дома Могут появиться Где угодно А плиточек Ты получаешь Меньше Ооо Скорость По мостам Быстрее И начинаешь С одного Мотор Вот это Кстати Мне кажется Интересно Ну вот Это Именно Как Челлендж А не Как Попытка Унизить Тебя Сейчас Посмотрим Так Начинаем Стойте У меня есть Глупая Идея Сейчас Он Вернется Да Почему Он Не Убирается Сейчас Он Мог Поставить Там Нет Блин Он Подождет Пока Вернется Ну Ладно Раз у нас Скорость По мосту Быстрее Заверите Что мы Сейчас Попробуем Сделать Если Это Глупо Но Это Работает Это Не Глупо Глупо нам придется подкидывать. Сколько у меня мостов? Еще есть один. Хорошо. Блин. Ну зачем? Я тут чуть-чуть поправить его хотел. А ты его взял весь отменить. Я хочу кусочек отменить. Ну что ты как этот? Вот эта фишка, вот реально, вот эта фишка прям немножечко подбешивает. Знаете что? Предлагаю вам веселую игру. Сделайте каунтер и посчитайте сколько я сказал и чего меня подбешивало за эти выходные. Напишите мне. Потому что я сам за собой это замечаю, что я слишком раздражен и все дела я же говорю, что это из-за болезни. Но это не от меня этого факта, что меня бомбит с тех вещей, которые меня раньше просто раздражали, сейчас начинают хорошенько подбешивать. Так что все хорошо. Ах, красота. Скоростной мост, блин. Представьте какой там маршрут живописный. Охренеть. Я себе попытался сейчас представить эту картину. Допустим, чтобы по Днепру вот так вот построили мост. Ну это, не знаю, километров 6-7 вдоль. Я бы охренел, блин. Так что там. Давайте в эту сторону, наверное, отведем, чтобы тут у нас было подобие дороги общественной. Вот этого. Пока, кстати, все относительно многообещающе выглядит. Посмотрим, как оно пойдет. Стандарт. Примыкаем сюда. И это примыкаем сюда. Пока что, по крайней мере, это выглядит в разы удобнее, чем та карта, которая была до этого. Насчет вот дороги, почему я хочу, чтобы они были ровненько. То же самое насчет, когда мы играли в метро. Мне нужно было, чтобы линии проликали определенным образом. Что вы знаете про кейбл менеджмент за вашим столом? Любите ли вы расставлять вещи так же, как люблю это делать я? Что-то, ну, пока что как-то оно медленно идет. А, не-не, все нормально, хорошо идет. Блин. Мне проще здесь... Вот так вот проще сделать. Так, с этого пора возьмут, наверное. Нахрен этот мост. Его нужно выводить. Нет, слишком, слишком затратно ставить туда еще целый мост. Давайте пока так. Туда они все равно со скоростью успевают. А, здрасте. Забор, блин, покрасьте. А почему ты появился входом прямо вот сюда? Ну, блин, ну почему? Ага. Вот так вот. Ай, блин. А как я это тебе туда проведу, блин, без чертового моста, блин? Ездите вокруг. И только вокруг... Вот только вот так вот можно его запитать. Охренеть. Туда, кстати, можно было... Туда можно было поставить хайвей и не париться. В розовых есть небольшое преимущество в виде этого быстрого моста, но он как бы нахрен не надо. Вот розовый торговый центр стал максимально отвратительно. Ненавижу такие вот вещи. Не нужно еще один мост, если его сейчас дадут. А его должны было... Б, 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 б. Что там тесно, там рандебаут не поставишь, ни хрена не сделаешь, блин. Мост в мост тоже ж не ся... А, спасибо. Не дадут. Ладно. Пусть пока розовые ездят так. Если не будут справляться, я им поставлю хайвей. Если будут справляться, то как бы золотая рыбка фикс-табэй. Они не справляются. Погоди, у меня тут розовые оказались заперты. Хрен знает где. Их четыре машины, и две из них оказались заперты. Просто... Идеальнейший. Тебя подключим сюда. Ничего не поделаешь. У нас эти три домика будут исключительно вот эту епархию. Обследовать. Обслуживать. Ну, то есть... Задание на самый... На самый тибельный план. Уйди, нахрен. Вы сейчас проедете, блин, черепахи, нахрен? Я хочу поставить там рандебаут, если получится. Не получится, скорее всего, там пять. Свалите. Не получится. Ну, просто не получится. Ну, вот фиг тебе. На тебе светофор. Живи с этим. А ты будешь выходить на перекресток, чтобы не приходилось ездить. Хрен знает куда и как. Мост. Хо-хо-хо. Специально для этого домика построили, а? Прикинь, как тебе? Как бы мы могли... Жан, искать еркать ее так. Э, ладно, я не правительство, что это я. Да. Ага. Хорошо. У нас, кстати, вот этот хайвей, он работает как мост исключительно за счет того, что он идет поверх домов. Если бы он не был поверх домов... Ладно, посмотрим. Там слишком много чего ломать придется для того, чтобы сделать это по-человечески. Пока что так. А если нам понадобится хайвей, тогда уже выломаем. С одной стороны, с другой стороны у нас и плиточек сейчас нету, чтобы что-то накуролесить такого. Идеально. Давайте полдня воскресенья еще. Ну! Ну! Там люди появляются. 30 плиток. Почему ты целиком отменяешься? Попробуем вот так. Блин, у нас тут целый район вырос. Попробуем вот так. Офигенно! Офигенно! Тут не тот трафик. Пусть сюда выезжают через этот домик. Этот домик... Пусть пока что стоит отключенным. Но потом я его сюда вниз перетащу, чтобы они не пересекались нафиг. Кстати... Кстати... Пусть через верх катаются. Пусть через верх катаются. Через быстрый мост. Все будет хорошо. Воскресенье, что он там три плиточки осталось офигенными. Все, дай его попробую что-то зафигарить. Мостик забираю, спасибо. Так... А, желтый домик появился, прикиньте. Мистец. Мстец. Фиг с тобой. Золотая рыбка. Сюда будете действовать. Перекрасочек будет регулируемый, потому что идите нафиг. Так. Ага. Вот, вот. Так, а людям там уже плохо, я смотрю, да? Понятно. Росы, вы, говорят, или нам отдельный допуск, или мы вас всех манали. Поэтому... Как-то там оказался вообще. Вроде как расходятся. Ну, не очень хорошо сейчас. Будет столпотворение, пока они не разгребут. А, зелёные сюда прутся, скоты. Ты... Подивись на них, скотыняка, а? Не пользуются этой же магистрали, потому что им надо туда, в тот торговый центр. Там два человека несчастных. Вот почему нельзя просто выставить приоритет, серьёзно? Так, а мостик возьму? Спасибо. Ну, уже два. Надо их реализовывать. Ну, почему нельзя банально выставить приоритеты? Вот тебе вот это, тебе вот это и всё. Вот этот мост для розовых ездей, для этих ездей, а для вот этих не ездей. И всё. Ну, такие простые вещи. Парочку опций добавить в игру. Чтобы она не была настолько топорной. Жёлтый появился, хрен в ряде. Хух. Что, ну где-то как-то... Вот эти вот фиолетовые стоят какие-то вот так. Небе как-то сгрести, поставить по-человечески? Ну, нет. Кстати, фиолетовые расхлебались. Молодцы. Давайте, может... Так. Не-не-не-не-не-не. Во-первых, вот так. А во-вторых... Вот так. В-третьих, убиваем трафик нафиг. И никто никуда не едет. Ну, просто вот это сейчас выглядело ужасно. Как они туда будут доезжать? Сколько это займёт времени, прикиньте? Маленький мостик сюда. Так. Ак... А у меня закончились. Тут наши полномочия, всё. Жёлтые не доезжают, красавчики. Фиолетовые не доезжают, красавчики. Ну, то есть... Воскресенье, блин. Чем тормозить? Какой на кой? Какие берега? Давай ещё один мост. Нет, она дебатов у меня нет. Давай возьму. Ну, сейчас уже не то, чтобы мы строим какие-то планы, сейчас мы просто выживаем. Знаете, тут он... А-а-а-а... А-а-а-а... Stayin' Alive. Да. Фиолетовые забили. Фиолетовые такие, типа, а, мы будем этим хайваем пользоваться. Но... У нас не особо чё... Гребёт. Мы будем вместе с розовыми гонять по хайвеям. Ну, если будет хорошо в этой жизни. Вот этих жёлтых просто не хватает на обслуживание. Смотрите, они приезжают, но им больно. И туда тоже жёлтых не хватает. Красота. И сюда... А... Ну, блин, ладно. Сейчас есть пробка. Я до этого её не особо видел. Сейчас вот я увидел, что она появилась. Классный ещё один торговый центр. У меня нету... Даже приблизительно чем его поценить. Я думаю, что мы и приехали. Потому что... Даже перед тем, как этот торговый центр сдохнет, сдохнут ещё парочка остальных. Потому что жёлтый просто вот тут пробка из-за этого моста чёртового. Зачем я его поставил? Разъезжайтесь, я его снесу к чёрту. Решил себе, блин, поставить маленький шорт катиться. Там застряла пробка на 15 машин. Красота. Хорошо. 805 машин. На самом деле... На самом деле, не так уж и плохо. Ладно, ребятушки, будем заканчивать. Надеюсь, что вы не болеете, что у вас всё в порядке. Вот. А пока что на этом сегодня всё. Спасибо, что были с нами. Всего удачи, добра, бобра. Всего ладушек. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok